Эфир «Россия-24» продолжает «Вести Ульяновск». Студия Гульнара Шарипова. Добрый вечер. И вот что ждет вас в сегодняшнем выпуске. Повысить производственные обороты, найти новых зарубежных партнеров. На ПС «Ульяновск» запустили новый транспортно-логистический хаб. Лучшие поедут в Москву. Ульяновский состоялся региональный этап гуманитарной олимпиады среди школьников. Очень простая история. На сцене театра «Кукол» премьера спектакля по пьесе «Мария Ладо». ПС «Ульяновск» вошла в тройку лучших среди особых экономических зон России. Площадка доказала свою стопроцентную эффективность. Сегодня на ней прорабатывается проект по созданию транспортно-логистического хаба. Он позволит повысить производственные обороты, найти новых зарубежных партнеров для ульяновских предприятий. Промтех, резидент портовой особоэкономической зоны, уже поддержал инициативу областного правительства. Завод – ключевой участник госпроектов импортозамещения в области гражданской авиации, изготавливает бортовые кабельные системы и комплектующие для самолетов. В планах приумножить выпуск продукции из-за увеличения заказов. Это дает нам возможность увеличения зарплаты. Поэтому по этому году мы обязательно проведем, пока запланировали одну, может быть, две индексации, посмотрим, как будет складываться по объему работы. Поэтому зарплата обязательно будет индексироваться, может быть, даже в два этапа. Известно, на базе логистического центра планируется открыть склад временного хранения и запустить прямой регулируемый контейнерный поезд в Китай. Слушает, слышит и делает. Алексей Русских провел личный прием граждан. Проблему ульяновцев губернатор не стал откладывать в долгий ящик, решал моментально. Вот, например, на Ильяха Ритонова несколько месяцев не могла устроить свою дочь в детский сад, а сегодня словно чудо случилось. Маленькая девочка до конца месяца познакомится с ребятами из группы. Решили вопрос? Все, да. Все, хорошего вам. До свидания. До свидания. От решения локальных проблем до глобальных. Жители села Оськино попросили построить новый ФАП. Старый в аварийном состоянии фундамент просел, на стенах трещины кирпич рушится. Между тем, медпункт обслуживает больше полутора тысяч человек. Бюджетом подтверждено. В апреле у нас должна начаться стройка и будет она продолжаться 6 месяцев. Срок сдачи 31 октября этого года. Поэтому, ну давайте полгода потерпим, осенью у вас будет уже фарк новый. А в Барышской Кудожлейке по просьбе местных жителей к лету сделают освещение. Не обошлось без вопроса газификации. С ним обратилась Альфия Мендиновая, села Средняя Терешка. Газовую трубу туда уже тянут. Мы в прошлом году начали стройку из 17 с половиной километров сделали в прошлом году. Альфийский кирпич 12, да. И в октябре у вас газ будет. Еще одно обращение – помочь ребенку-инвалиду с организацией бесплатного проезда к месту реабилитации. Деньги на билеты выделят в ближайшее время. Сегодня в Ульяновске состоялся региональный отборочный этап гуманитарной олимпиады среди школьников. Самые эрудированные ребята поедут в Москву, чтобы участвовать в интеллектуальной игре на телевидении. Десятиклассникам из разных уголков нашей области предстояло пройти два испытания – эссе и собеседование. Задание полностью готовит ребят к участию уже в московском этапе. По словам организаторов, это сделано осознанно, чтобы школьники чувствовали себя более уверенно. Сама игра посвящена 1922 году, дате образования Советского Союза, переломные события в истории не только нашей страны, но и мира в целом. Задания разного типа сложности, в том числе связанные с работой с историческими источниками, знания исторических персоналей, дат, событий. Задания из разных областей – экономика, внутриполитическое развитие, международная ситуация. Интерес в этом году к Олимпиаде большой, подано 130 заявок. Из них 60 из муниципальных образований региона и 70 заявок из Ульяновска. Это же, конечно, большой потенциал для детей в будущем. За период игры у нас стало 38 победителей и призеров. А за 2020 год и 2021 год сразу три победителя и четыре призера. Данные дети получают льготы на поступление в МГИМО МИД России по льготным условиям. Напомню, региональный отборочный этап Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады проводится в Ульяновской области с 2014 года. Всего в Москву отправится 81 человек. В финале же окажутся лишь 9 самых эрудированных школьников страны. Защитником Отечества акция с таким названием стартовала в школах Ульяновской области. Ее инициаторы – региональное отделение «Молодой гвардии Единой России». Активисты предлагают написать электронное письмо и отправить его на почту региональной общественной приемной партийной организации. Там послание оформят и отошлют российским военным, задействованным в спецоперации на Украине. Сегодня мы с жителями Ульяновской области, с молодежью пишем письма. И уже порядка 500 писем были написаны нашими жителями. Бумажные письма, написанные учениками Мариинской гимназии, передадут в Министерство обороны. Оттуда их направят военным. Ученики Мариинской гимназии – это акция всероссийской. Я думаю, что она найдет в откликах в сердцах и душах. Малыши у нас рисуют рисунки. На своем уровне пишут письма, как они могут. А дети постарше уже, я думаю, более осознанно, более серьезно напишут письма воинам, которые там сражаются. Вместе с ребятами, учениками мы пишем письма тем, кто сейчас сражается на полях, где происходят бои. И сейчас крайне важно поддержать тех людей, которые там сражаются. Ульяновские письма принимаются по адресу улица Ленина, 116А, или на почту регионального отделения «Молодая гвардия Единой России». В Ульяновском театре «Кукол» очередная премьера. Спектакль – очень простая история, создан по мотивам пьесы «Мария Ладо». Это постановка о действительно простых вещах – ненависти, любви, добре и зле, черствости и добродушии. В деревенском романсе из двух частей прослеживается череда философских подтекстов. Здесь есть о чем подумать, что осознать и взять для себя. Режиссер доносит смысл до публики через животных. Непорочность их душ сохраняется, несмотря на жизнь среди людей. Жизнь хороша. И почему свиньи не летают, как птицы? Вот мы выпускали спектакль с таким внутренним чувством посвящения нашим родителям в большом смысле слова. И если даже посмотреть глобально на эту проблему, это посвящение отцу, нашему общему отцу. Главные персонажи – молодая пара. Даша и Алеша полюбили друг друга, и на свет вскоре должен появиться ребенок. Но родители девушки категорически против еще не родившегося младенца. Спасти малыша намерены животные. Они готовы пожертвовать собственными жизнями. Вообще в сознании массового зрителя укоренилось понятие, что театр кукол – это театр детский, для детей. Мы пытаемся доказать, что театр кукол – это такое же многообразие театрального искусства, как театр драма, как театр опера и балета. Спектакль длится 2 часа 10 минут с антрактом. Премьера состоялась сегодня, и теперь он закреплен в репертуаре театра. Клиника «Варикоза.нет» в Ульяновске уже три года занимает первое место в рейтинге продокторов среди специализированных клиник. На сегодняшний день это более 10 тысяч благодарных пациентов, которые доверились специалистам. Татьяна Александровна сделала лазерное удаление вен в клинике полгода назад. Многие годы я откладывала визит к врачу. Варикоз достиг такой стадии, что образовались тромбы. И я обратилась в клинику «Варикоза.нет». Не откладывайте лечение вен, ведь это не сложнее, чем сходить к стоматологу. Всего за 40 минут без разрезов и наркоза можно избавиться от варикозной болезни. После процедуры врач назначит часовую прогулку, и можно приступить к работе и своим повседневным делам. Пройти лечение в клинике варикоза «нет» можно и в рассрочку, без переплат. В стоимость лазерной процедуры входит сдача всех анализов, компрессионный трикотаж и годовое наблюдение у хирурга. Не откладывайте свой визит к специалисту. Звоните 305 500. Двое ульяновцев стали призерами чемпионата мира по всестилевому караты. Международные соревнования уже второй раз проходили в Суздале. В них приняли участие полторы тысячи спортсменов из 25 стран. Пойцы выходили на бой в ограниченный, средний и полный контакт. От Ульяновска за сборную России выступали 4 спортсмена, двое дошли до финальных поединков. Ранее наши каратисты победили на общероссийских соревнованиях. Здесь можно как бы и в стойке подраться, и побороться можно. В партере также дается 10 секунд. На земле показать борьбу. У меня было в весе, если не ошибаюсь, 6-8 человек. У меня были схватки сразу за выход в финал. Первая и вторая была уже в финале. Александр Кошкин завоевал серебро на чемпионате мира весовой категории 90 килограмм в контакте средней защиты. Тагир Сократов взял бронзу в той же дисциплине, но в весе до 64 килограммов. Ребята хорошо подготовлены. От них всегда ждем только побед. Работаем над борьбой, над ударной техникой. Практически все получается. Есть над чем работать, но мы работаем. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату Европы по всестилевому каратэ, который состоится уже осенью. Пришедшая теплая весенняя погода стала разрушать ледяной покров на водоемах Ульяновской области. Выход на лед очень опасен, предупреждают сотрудники МЧС. Об этом сегодня в программе «Тема дня» сразу после выпуска новостей. На этом у нас все. Далее информация о погоде. Я же желаю вам хорошего продолжения вечера и до новых встреч в эфире. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью по области минус 3, минус 8. В Ульяновске минус 4, минус 6. Завтра днем по области плюс 6, плюс 11. В Ульяновске плюс 7, плюс 9. Ночью и утром на отдельных участках дорог «Гололедица». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова